Василий Филиппович Маргелов, генерал армии, основатель воздушно-десантных войск. Родина высоко ценит заслуги Героя перед Отечеством. Именно поэтому в рамках празднования Дня Великой Победы на территории Симферопольской общеобразовательной школы номер 27 состоялось торжественное открытие мемориальной доски имени советского военачальника. Была проделана огромная военно-патриотическая работа. И то, что присвоено имя легендарного военачальника Василия Филипповича Маргелова, Герои Советского Союза, генерал армии, это и оценка сделанного в военно-патриотическом плане, и одновременно огромный аванс. Красочные танцевальные номера, исполнение военных песен и рукопашные схватки. Для столичных школьников организовано настоящее шоу. По словам главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, присвоение общеобразовательным учреждениям города имен великих людей стало систематическим. И эта традиция, несомненно, будет продолжена. Уже практически треть школ города имеют присвоение имен великих людей, воевавших за нашу страну, делавших нашей стране достижения, вывившие ее на мировой уровень. Это не только военные деятели, это в том числе и деятели науки, искусства. Школа 27-я долго боролась за присвоение звания маргеловцев. Я считаю, что они заслужили. Конечно, это очень почетно и ответственно, я хочу сказать. На этом торжественные мероприятия не закончились. Мемориальный комплекс, посвященный Василию Филипповичу Маргелову, появился в Симферополе несколько лет назад. Однако только сейчас, согласно задумке авторов, композицию удалось завершить. Установка боевой машины десанта – финальный штрих в общей картине. Многотонный бронированный монстр, созданный для выполнения задач в самых неблагоприятных условиях, мгновенно стал центром внимания для детворы. Ребята вложили душу и сердце в восстановление этого памятника. Я думаю, что это место будет знаковым для всех крымчан, не только для тех, кто служил в воздушно-десантных войсках. На самом деле, сюда увидим, что будет приходить молодежь, будет узнавать о славных традициях воздушно-десантных войск, которые всегда были на самом острее, причем самые сложные моменты в нашей истории. БМД по праву считается визитной карточкой десантных войск. Эта машина не раз отправлялась в горячие точки. Прошла Афганистан, несколько чеченских войн и спасла сотни жизней наших бойцов. На долгие годы боевой механизм стал надежным помощником советских и российских десантников. Для всех войск специального подразделения. Это еще важно тем, что на этот мемориальный комплекс мы его завершаем. Пришла машина, боевая машина десанта, благодаря Владимиру Анатольевичу Шаманову. И теперь наш комплекс завершен. Открыли мы его три года назад усилиями ветеранов десанта и кост других подразделений. И сегодняшний день вот этот комплекс является уже оконченным. По традиции в завершении торжественного мероприятия к бюсту Василия Маргелова выстроилась живая очередь. Стремясь отдать дань памяти отцу воздушно-десантных войск, люди возложили цветы. Симферопольцы не забывают героев, благодаря которым сегодня мы живем под мирным небом. Егор Зайцев, Алексей Зубило, Служба новостей ТВ.